всем привет сегодня я хотел бы сделать обзор для вас на планшет планшет от компании teclast этот планшет мне совсем недавно пришел я им пользуюсь уже примерно около двух недель за это время у меня сложилось определенное мнение я увидел его плюсы и минусы и вообще на самом деле очень тяжело искать минусы в устройстве которые стоят около 150 долларов при этом предлагает тебе широкие возможности при этом она автономная при этом она сделана достаточно на высоком качественном уровне и она еще и стильная очень тяжело очень тяжело придираться но все-таки пару недостатков я нашел как всегда о плюсах и минусах я буду рассказывать чуть попозже ну что ж начнем с внешнего вида планшет очень стильный тоненький как вы можете заметить планшет у нас имеет как здесь так и здесь по бокам достаточно хорошие такие рамки есть некоторые люди которые говорят что это слишком большие рамки лучше было бы поменьше но я вам скажу что такой большой планшет делать с маленькими рамками было бы крайне неудобно так для чего делать такие рамки для того чтобы вы могли хорошо обхватить планшет и при этом не нажимать на экран то есть если бы рамки были потоньше понятное дело что вы бы постоянно нажимали на экран либо вам приходилось бы держать планшет вот так вот на ребрах я думаю что это более удобное решение когда вы можете взять вот так вот планшет и положить сюда пальца, для того, чтобы его удерживать эффективно. Ну, рамки можно было бы чуть-чуть сделать поменьше, в принципе, вот эти боковые. Здесь по бокам также, в принципе, можно было чуть-чуть поменьше сделать, но учитывая то, что это по-моему, одна из первых моделей в таком дизайне у компании T-Class, с такими характеристиками, то я думаю, что у них еще все впереди. Если говорить про внешний вид, у меня к нему никаких нареканий нет, все сделано стильно, красивенько, я не думаю, что тут стоит к чему-то придираться, единственное, что мне не понравилось и вообще я не очень люблю, это вот когда вокруг камеры есть вот такое вот кольцо, я вообще не очень люблю хромированные части в телефонах, в смартфонах и в планшетах. Это можно было бы убрать, но кому-то, возможно, нравится. По крайней мере, разработчикам T-Class нравится. Планшет, как я уже говорил, достаточно тоненький, стильный и он во-первых, красиво смотрится в руке, во-вторых, он удобно лежит и благодаря вот этим сглаженным краям его очень приятно держать. Планшет у нас обладает одной камерой основной одной камеры для того, чтобы разговаривать по скайпу, выполнена она в стиле ноутбука, но в принципе такая конфигурация и предполагает, что вы будете его брать на замену ноутбуку. К нему есть еще чехол вместе с клавиатурой и тачпадом, они мне идут сейчас с Gearbest'а и они будут на обзоре, я покажу, как это все дело работает и в принципе этим планшетом можно заменить ноутбук. Конечно же, мы не говорим сейчас о игровом каком-то ноутбуке или ноутбуке производительном. Мы говорим об обычном ноутбуке, которым вы будете пользоваться для серфинга интернета и тому подобное. Большинство из нас именно это и делают. Смотрят фильмы и слушают музыку. Здесь у нас есть как раз коннектор для того, чтобы подсоединить эту клавиатуру вместе с чехлом она идет. И здесь как раз два отверстия для того, чтобы она достаточно прочно сюда входила в этот планшет и он у нас надежно держался. Давайте посмотрим сверху. Здесь у нас находится микро HDMI порт, здесь находится микрофончик, microUSB и здесь находится 3,5 мм джек для того, чтобы подключать наушники. С левой стороны у нас находится динамик и слот под карту памяти. Здесь у нас находится второй динамик. Я вам сразу скажу про звук, что звук в этом планшете отличается от тех планшетов T-Class, которые у меня были на обзорах. Там звук, конечно, был слабоватый и я, по-моему, об этом говорил в недостатках. Среди преимуществ можно, конечно же, заранее сказать про звук, но о нем я расскажу чуть-чуть побольше, чуть-чуть подробнее. Меня он устраивает, он симпатичный, он стильный. Нельзя сказать, что устройство получилось каким-то топорным и тому подобное. Вот эту пленку я не снимаю, потому что я жду, пока придет мне чехол вместе с клавиатурой и уже потом я сниму. Поэтому не стоит обращать внимание на нее. Я просто не хочу, чтобы задняя крышка царапалась, потому что планшет я таскаю в сумке и как-то хочется его сохранить. Здесь, кстати, все кнопки у нас, все гнезда, они у нас подписаны. То есть, карта памяти, микро-USB, наушники. То есть, люди, которые в этом не сильно разбираются, допустим, пожилые, они смогут определить, что для чего нужно. Здесь также HDMI, микрофон, плюс-минус громкости и кнопка питания. Кнопки громкости выполнены в таком пластиковом белом стиле. В принципе, это сочетается с пластиковой белой вот этой плашкой и пластиковой белой вот этой окантовкой. Задняя крышка у нас выполнена из пластика. Предыдущие модели, которые у меня были, ну вот одна в частности моделька была из алюминия. Тяжело сказать, что алюминий это хорошее решение, потому что алюминий все-таки прилично добавляет к весу планшета. А учитывая то, что эта болванка на 10,6 дюйма, она и без того тяжелая за счет экрана, за счет того, что здесь у нас находится стекло, которое тоже тяжелое. Еще и алюминиевая задняя крышка, это было бы совсем ужас. Тем более здесь стоит мощный аккумулятор. Я думаю, что пластиковое решение достаточно хорошо, но, к сожалению, пластик, как вы знаете, не так хорошо отводит тепло. Но так как планшет не игровой, то вы и нагружать его не сможете сильно, потому что вы сможете смотреть на нем только, я не знаю, максимум 4К фильмы, там ролики с ютуба и тому подобное. Так что оно в принципе взаимокомпенсируется. Если бы планшет был мощный, то я думаю, что лучше все-таки было бы сделать алюминиевую крышку. Итак, мы плавно переходим к тому, что у нас внутри. По поводу мощности я могу сказать, что этой мощности хватает для того, чтобы вполне комфортно играть в различные игры. Конечно же, какие-то производительные игры типа FIFA 2016, они на нем не пойдут. Я запускал специально, они просто тормозят. Но обычные большинство, там 85% игр с Google Play у вас будут отлично идти. Но для серфинга интернета, для различных просмотров видоса, даже в отличном качестве в 4К видео, он вполне подойдет. Давайте я сразу покажу, какие у него характеристики для того, чтобы как бы развеять все сомнения и вопросы. Используется свежий Android 5.1, модель T-Class X16+, именно D3A5. Если вы будете искать прошивку для этого планшета, то вот по этой модели в скобках вы можете найти более точно. Потому что есть еще T-Class X16 Pro и по-моему X16 Power, тоже похожие модели, но они отличаются, у них разные прошивки. Так что будьте внимательны, если будете смотреть, искать прошивку. Вот, пожалуйста, информация по железу. Значит, у нас установлен Intel Atom X5-Z8300. Это 4-ядерный процессор, в котором каждое ядро работает на частоте 1,44 ГГц. У нас 2 гигабайта оперативки, 32 гигабайта встроенной памяти и 2-мегапиксельные камеры обе. Кстати, как вы видите, здесь практически стоковый Android, то есть T-Class, они не сильно заморачиваются насчет того, чтобы изменять оболочку. Но единственное, что я сюда установил, это другой лаунчер, потому что встроенный лаунчер был немножко, немножко они его перегрузили гугловскими всякими штуковинами, и мне это не понравилось, я не мог их убрать, и мне пришлось установить Google Start, ну, этот гугловский лаунчер. Если вам он нужен, я ссылку попросите меня в комментариях, я ссылку на него оставлю. Он более гибкий в настройках, поэтому я думаю, что вам он тоже больше понравится. Ну, или можете установить новый лаунчер. Но, честно говоря, не пробовал. Может быть, он на этот планшет и не пойдет, потому что лаунчеры, они тоже на некоторые планшеты, они могут не подходить. По поводу языков, здесь есть русский, украинский, можете посмотреть огромное количество языков, просто для тех, кто... смотрим, белорусский есть или нет. Просто я знаю, что меня смотрят, вот, румынский есть, меня смотрят в разных регионах, и в России, и в Украине, и некоторые люди задаются вопросом, а есть ли мой язык среди этих языков, и потом в комментариях спрашивают. Тут, чтобы развеять все сомнения, вот, есть английский, причем совершенно разный английский, новозеландский, канадский, австралийский и тому подобное, даже немецких несколько, аж 4 языка. То есть, в этом плане, вот, украинский, русский, в этом плане, молодцы, эти классы, они не стали выпиливать языки из андроида, и тем самым позволили продаваться этой продукцией, ну, в совершенно разных уголках мира. Так как большинство из тех, кто меня смотрит, конечно, говорят на русском, то русский здесь отлично переведенный, то есть, никаких вообще проблем в этом нету. Нету каких-то мест, где вы там задумаетесь, опа, а что же это означает? То есть, русский реально хорошо переведенный, качественно, технический и тому подобное. Единственное, что есть некоторые специфические функции, например, Intel Smart Video, то есть, это так называется функция, ее, естественно, на русском вы не напишите. Это функция, которая увеличивает производительность планшета, если вы будете воспроизводить 4K-видео, например, или играть в какие-то, ну, максимально тяжелые для этого планшета игры, лучше поставить эту галочку, он будет более прожорливый, но при этом качество видео будет получше, то есть, он будет отдавать большую мощность. Но, если для вас это не важно, можете галочку убрать и он, по-моему, то ли понижает частоту работы графического процессора, то ли как-то, короче, оптимизирует работу и от батареечки кушает меньше. Раз уж мы загорели про батареечку, то сразу скажу, что здесь батареечка на 6800 мАч, насколько я помню, но, честно говоря, вот все эти цифры, там, допустим, хоть 8000 здесь будет. Согласитесь, это не так важно, ведь важно, сколько планшет держит в режиме экрана. Итак, я проводил тесты, и причем планшет так и не получилось раскачать, он сразу показывал максимальную производительность батареи. Что я делал? Я запускал видео онлайн, я смотрел его с YouTube, это было Full HD видео, естественно, был включен Wi-Fi. На максимальной яркости экрана, кстати, вот сейчас максимальная яркость экрана, можете посмотреть, как будет выглядеть минимальная яркость экрана. Планшет у меня продержался 5,5 часов. То есть, если вы будете смотреть на минимальной яркости или на средней, то вы можете добавить плюс 1-1,5 часа к работе экрана. Я считаю, что это очень хороший результат, так как планшет достаточно большой, экран достаточно большой, несмотря на то, что разрешение здесь не 2К, как в предыдущих моделях, которые я рассматривал Текласт, все-таки модуль большой, модуль экрана большой, он потребляет много энергии, и все-таки 5,5 часов это очень хороший результат. Если для вас это мало, тогда ищите другие планшеты. По крайней мере, предыдущий планшет, кстати, будет сравнение еще сегодня или завтра, я выпущу отдельное видео сравнение с планшетом Текласт X98 Air 3. На него есть обзор на канале, будет отдельное сравнение с этим планшетом, поэтому, кому интересно это сравнение, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить. Тот, кто выбирает между этим планшетом и этим, я думаю, для вас будет полезно. Но так как это все-таки разные планшеты, разных весовых категорий, разных форматов, то понятно, что сравнение будет таким чисто условным. Итак, по поводу батарейки, в режиме ожидания, если планшет зарядить на максимум и оставить на столе лежать, я засекал, примерно сядет планшет за 2 недели. То есть, 2 недели автономности. Конечно же, в этом режиме мало кто будет использовать планшет, но это говорит о том, что планшет в режиме сна и планшет в режиме ожидания очень хорошо оптимизирован. И это, конечно, большой плюс, прибавляет ему баллов. Сразу переходим к звукам. Здесь у нас, как всегда, есть возможность настроить отдельно общий звук, также есть возможность настроить звук будильника и звук уведомлений. По поводу громкости звука, она, наконец-то, стала больше. И это действительно радует, потому что вот даже тот же T-Clast, об этом будет сказано и в сравнении, но для тех, кто смотрит сейчас это видео, скажу, что предыдущие модели T-Clast меня не радовали тем, что звук был достаточно тихий и даже в таком нешумном помещении было тяжело слушать некоторые фильмы. А вы знаете, что некоторые фильмы идут с пониженным уровнем громкости для того, чтобы завысить уровень громкости только на спецэффектах. Поэтому, когда была какая-то речь в фильме, то ее было очень тяжело услышать. Здесь с этим проблем нет. Здесь запас по громкости очень хороший. Я продемонстрирую вам, как он звучит. Я продемонстрирую вам, как он показывает, когда мы будем говорить чуть попозже об экране. По поводу того, какие уведомления можно устанавливать, какие звуки. Здесь очень большое количество мелодий. Просто посмотрите, огромное количество мелодий. Я думаю, что каждый сможет под себя подобрать стоковую мелодию. И по поводу громкости звука, ну давайте я сейчас включу какую-нибудь музыку. И кстати, могу сказать, что звук стерео это действительно огромный плюс. Особенно, когда не просто слушаешь музыку, а смотришь фильмы, когда машина едет из одной точки в другую и слышен стереоэффект. Это, конечно, бесподобно. Звук действительно стал громче. Супер, ощущается стереоэффект просто отлично. Вот так вот по звуку. То есть, со звуком они улучшились. Понятное дело, что звук не космический. То есть, все-таки хотелось бы еще громче. Особенно это касается фильмов. Но я вам скажу, что теперь ситуации, когда у вас возникает проблема, что вот плохо слышно, их становится все меньше и меньше. По крайней мере, у меня это так. Я уже свободно в нем смотрю фильмы, и мне не доставляет это дискомфорта. Я практически, ну очень редко подключаю к нему какую-то внешнюю колонку. По поводу экрана. Экран у нас здесь Full HD. Экран неплохой. Единственное, что вот, кстати, поговорим сейчас о маленьком недостатке. Некоторые иконки, они отображаются мутно. Вот присмотритесь. Иконка VLK плеера, она у нас четкая. А вот иконка, например, Viber слегка размытая. Почему это происходит? Не потому, что экран плохой, или там у него какие-то косяки. Потому что немного не оптимизирована работа с иконками в данной оболочке, которую подготовила компания T-Class. То есть, некоторые иконки, они идут в не таком высоком разрешении, как, например, у приложения VLK. И поэтому они, конечно же, подгружаются в меньшем, ну в таком слегка мутном качестве. Это, конечно, немного удручает. Это, конечно, немножко печально. Но я вам скажу, что за такую цену, к такому придираться, это просто смешно. Потому что у планшета отличный экран с хорошей яркостью. На ярком солнце, конечно же, как всегда, есть легкие блики. И он не совсем прямо такой читаемый. Но я вам скажу, что за такие деньги не стоит ожидать от экрана каких-то чудес для домашнего использования, для офисного использования, для использования на улице, но не на прямом солнце. экрана более чем достаточно. И давайте посмотрим какой-нибудь видосик, например, для того, чтобы вы оценили углы. Вот посмотрите, углы достаточно хорошие. В принципе, читаемые остаются. Вот, посмотрите. Хорошие углы обзора. То есть, не возникнет проблемы с тем, чтобы смотреть фильм, например, вдвоем и даже втроем. То есть, здесь стекла, конечно, молодцы. к этому не придерешься. Решение сделать не 2К, а Full HD экран, все-таки это хорошо. Потому что именно такое решение, для такого большого экрана, оно помогает сделать компромисс между качеством изображения и между потреблением электроэнергии. То есть, здесь энергопотребление достойное. И все-таки 5,5 часов экрана, как раз об этом и говорят. В стоке у нас есть, в принципе, несколько приложений, таких полезных. У нас есть браузер, у нас есть галерея, у нас есть диспетчер файлов, у нас есть менеджер загрузок, у нас есть камера, калькулятор, календарь стоковый. У нас есть своя камера, отдельно приложение для музыки и приложение для просмотра видео. То есть, в стоке, в принципе, в нем все есть, но я бы порекомендовал, конечно, половину этих приложений не использовать, потому что они, к сожалению, не совсем оптимизированы для того, чтобы работать комфортно. Для неискушенного пользователя, я думаю, их будет более чем достаточно. свой проигрыватель я поставил, свой диспетчер файлов я поставил и, конечно же, свои браузеры я поставил, потому что я уже к ним привык и мне с ними комфортнее работать. По поводу недостатков, есть еще небольшой недостаток на программном уровне, это недостаток по калибровке батареи, о чем я говорю. То есть, вы когда заходите в батарею, вы можете увидеть, что у нас, во-первых, не показан расход батареи, то есть, не показано, какие приложения расход батареи. У нас показан только общий расход батареи, график использования, график зарядки у нас есть и некоторые основные процессы, которые у нас кушают батарейку. То есть, это активный режим, работа экрана и режим зарядки батареи. Показаться, и, конечно же, Wi-Fi. Видим, что у нас он практически не отключался. Я не считаю нужным его выключать, поэтому он у меня всегда работает. Если вы хотите действительно мониторить, что кушает вашу батарею, то не знаю, тогда ждите обновления, наверное, для этого планшета, если оно, конечно, выйдет. Но по собственному опыту скажу, что T-Class, Oonda и тому подобные компании, они либо не выпускают обновления прошивки, либо выпускают их очень редко. Бывает так, что выпускают, но оно имеет уже другие какие-то недостатки. Поэтому, вот что имеем, к тому и будьте готовы. Если вам это нужно, следить за тем, какие приложения расходят батарею. Но я знаю, что большинство людей за этим не следит. Поэтому, может быть, именно поэтому эту функцию и выпилили отсюда. Ну и, конечно же, калибровка батареи. Что имеется в виду? Если батарея осталась 21 или 20%, она слегка замерзает. То есть, получается, что вы не можете следить за расходом после 21 либо 20%. Но потом проходит время, там в районе получаса, может быть, и она как бы отмерзает, грубо говоря, и уже идет на спад расход. Но на спад идет не так, как оно шло от 100 до 20%, а более активно. Это такой небольшой программный глюк. В принципе, просто нужно запомнить эту цифру 20% и запомнить, что после 20%, если у вас осталось 20%, то лучше, конечно, искать место для зарядки, ну, либо запомнить, сколько у вас продержится экран на этих 20%. Там, по-моему, в районе 45 минут планшет работает. Я не вижу в этом никаких таких серьезных проблем. И самое интересное, что они, конечно же, убрали проблему, когда планшет выходил из режима разблокировки, то есть это было вот на данном планшете, вы выходили из заблокированного планшета, вы нажимали кнопку разблокировки и планшет первый раз не запускался. Это была такая проблема на предыдущей модели, которую я обозревал. Здесь этой проблемы нет и это, конечно же, плюс. Если я что-то забыл, задавайте вопросы в комментариях. Я постарался на планшете и я считаю, что за эти деньги сколько он стоит, просто лучшего варианта найти, я думаю, что невозможно. Даже он да не предлагает за эти деньги лучший вариант по камесь. Большой экран 10,6 дюйма, очень удобно читать, очень, очень удобно смотреть фильмы. Это как раз разрешение 16 к 9 вместо 4,3 обычного вот этого книжного формата. То есть очень удобно для просмотра фильмов. Если ваша задача это такие мультимедийные какие-то, мультимедийная активность, то, конечно, лучше брать такой планшет. Если ваша задача читать, лазить в интернете, то я думаю, что лучше всего взять формат 4,3. Он более удобный для использования в руках. Я думаю, что по поводу этого планшета больше я сказать не могу ничего. Ну, по крайней мере, я не помню, что про него еще можно сказать. К покупке, конечно же, рекомендую. Ссылку на продавца я укажу в описании к этому видео. Если вам интересно, заходите, посмотрите на цену, посравнивайте с ценами в других магазинах. Также положу ссылочку на GearBest. Там, по-моему, была скидочка на эти планшеты. Зайдите, посмотрите. И, в принципе, если еще есть какие-то вопросы, вы можете задать их в комментариях, вы можете задать их в группе ВКонтакте. И не забудьте подписаться на этот канал, чтобы не пропускать другие видео, которые будут у меня выходить. Если я допустил где-то в чем-то неточность, поправьте меня в комментариях и увидимся в следующих видео. Спасибо вам за поддержку. Эту поддержку вы оказываете своими лайками, своими репостами, моих видео, своими комментариями. Спасибо вам большое за это. Ну что ж, хорошего вам настроения. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok